Девушки отдыхают Добрый день! Лаборатория автомобильной диагностики коммерческого транспорта представляет 22-й год автомобиль Евро-шестая же получается с компаудом, наверное, да? Да Новое остекление уже Фар Лобовое Лобовое родное стоит 22-й год справа Стеклобоковые стоят 500-й сейф С турбокомпаудом Остаток резины новая практически Авант Остаток тормозной диск Тут не увидишь Двухлистовая передняя рессора С правой стороны В точечной сварке машина из зданий Вроде пришла Редкий случай, потому что обычно гоняют Из стран Трибалтики Или Польши С правой стороны Кумху Достаточно приличный остаток Редуктор заднего моста не снимался Ростовик не течет С левой стороны Даже заглушчики на ступицах стоят С левой стороны кабина В точечной сварке 21-й год С левой стороны стекло Петли навеса не снимались Дверная рамка Повреждения не имеет Аттестация тахографа 20-й, 05-й, 23-й 600 тысяч километров Но я думаю, что пробег-то подлинный Вин номер 74-554 Масляный щуп Уровень Ну, в принципе, не такой и старый Маслозаливная горловина Без эмульсии Стояночная секция кондиционера Красиво Гидровосилитель руля не течет Стойки снимались Для чего-то Дальше все На заводских креплениях Турбокомпаунд Хорошая турбина Она сложная 37-45-54 Вин номер соответствует Шильдикам С правой стороны усилитель бампера Цел, повреждений нет Двигатель Д13К6А Старый добрый двигатель С левой стороны Усилитель бампера Цел, повреждений нет Рулевые тяги Заводские стоят Ни разу не менялись На этих машинах Прошивка коробки Другая стоит Двигатель Прошивка стоит Та же самая Родная А коробка уже Прошита по-другому Хотя тот же Айшифт Система воздухоподготовки Масла не гонит Судя по пятно На кардане Клапанная крышка Конечно же Скрывалась И не один раз Но это нормально Антифриз новый Прям вообще новый Следов демонтажа Никаких не видно Коробка не снималась Сапун с центрифугой В принципе пока все хорошо Лонжероны под кабинной Целые левой и правой Повреждений нет Крыша целая Что интересно Здесь сидельное устройство Переставлялось Здесь даже крепления Не ее стандартные стоят Переставлялось в другую позицию А так в принципе Повреждений парами Не видно В салоне А уже новый джойстик Матрасик С наматрасником Кабина выглядит вот так Тахограф Вольво Холодильник Соответственно Низкое давление Но аварийное держит Тормозов Воздух 19,9 литров на 100 километров За перегон 578 километров Завелась в штатном режиме 541 тысяча 609 километров На дуаметре Это концевики не сработали Механизмы опрокидывания кабины Это ерунда Распечатка Распечатка До меня кто-то делал 374 554 Вин номер ее Тахограф с нее 17,01,22 год 24,01,22 год Еще эксплуатации не было Государственные регистрационные знаки Не присвоены Эксплуатация С 25,02,22 год 16 километров Вин номер ее 45,54 Ну и все Это единственная Тестация тахографа Ламбрикен на лобовом стекле Явно новый Совсем новый Пошит где-то у нас Так все остальное Несмотря на пробег Неплохо Смотрится Управление двигателем Неактивные ошибки Низкий уровень в баке от Блю Поток Ари Циркуляция выхлопных газов Долгий ответ на сигнал Качество от Блю Сигнал недействителен Низкий уровень масла Так Низкий уровень масла Но это мелочи Может быть стал где-то не там Вин номер его Параметры Значение давления Давление топлива Низкое 5,7 бар Крутящий момент Массовый расход ЕГР на холостых Немножко варьируется Расход топлива У двигателя 0,64 грамм в секунду Расход топлива Литра в час 2,2 2,4 Немножко увеличен Дальше идут Запрошенные расходы Общее количество Использовано от Блю В граммах Общее количество топлива Использовано После последнего сброса Бортового компьютера В условиях Работающего автомобиля 118,121 литр Потребление топлива В режиме вождения 74,174 литра с половиной Общее количество топлива Использовано на холостом ходу 867,5 литров Практически на холостом ходу Не стояло Все значения расстояния 541,609 километров Общий пробег С одометром сходится 541,609 Все значения скорости Значения температуры Охлаждающая жидкость 32, мало еще Температура датчиков EGR 57 Температура блока управления Температура в выпускном коллекторе Двигателя 18 градусов Температура выше Сажевого фильтра 91,6 Ниже 88 Это хорошо Катализатор и сажевый фильтр Свои функции выполняет Температура масла в двигателе 32 градуса Но она всегда выше Чем Температура охлаждающей жидкости Обороты Не очень устойчивые Имеют переменный диапазон От 540 До 551 Все процентные значения Крутящий момент двигателя 7% Концентрация от блю 32,8% Достаточно неплохая концентрация Нагрузка на двигатель 17-16 Но двигатель еще холодный Должна упасть Где-то до 14 При прогретом состоянии Соотношение сдвига питания форсунок Первый цилиндр Плюс 22 Второй цилиндр Минус 22 Компенсация такая Третий цилиндр 6 с плюсом Четвертый цилиндр Минус 13 Пятый цилиндр Плюс 17 И шестой цилиндр Минус 13 Это на холодную При температуре 35 градусов На двигателе Но первые два цилиндра Плюс 22 И минус 22 Нагреем, посмотрим Система от блю Ошибок нет Блок управления Вин номер его Параметры 541 609 Км С одометром Сходится Нагрузка на двигатель Режим оборотов Но сейчас я немножко Круизиком добавил Ему При оборотах Почти 1000 Выше Катализатора И сажу фильтра 109 Температура Ниже 89 Отлично Выполняет Свои функции Ничем не забит Это коробка Неизвестная ошибка Для получения Дополнительной информации Отправьте уведомления О неисправности Неактивная ошибка Кстати Вполне возможно Была связана С разрядкой аккумулятора Обычно такие штуки Происходят при разрядке Аккумулятора Блок управления Ее Пробег сходится с одометром В открытую дверь Задувает ветер Чувствуется Испарение От сажевого фильтра Мочевинный запах Ограничитель стоит На 90 км в час Кладем ногу На педаль газа Повышаем обороты Смотрим как раз тут От 1400 до 1500 Есть маленькая Такая детонация Вибрация 1900 максимум Рулевое колесо Крутится без посторонних звуков Люфта в рулевом колесе нет Расход топлива Машина нагрелась Понизился до 1,7 литра в час 1,8 Прошивка 500 еще стоит Давление в топливной магистрали 471 бар На входе Катализатор 135 градусов На выходе 123 И 106 Совсем низ Катализатор чистый Свои функции выполняет Это приятно Двигатель прогрелся Смотрим форсунки Первый и второй цилиндр Как были так и остался Первый цилиндр плюс 22 Второй минус 22 Третий плюс 6 Четвертый минус 13 Пятый плюс 17 И шестой минус 13 Я бы начал с форсунок Преднатяг Тут три стоит Насос форсунки И с обслуживания клапанов Нагрузка на двигатель стала 14% Как оно и должно быть ЕБС Ошибок нет Блок управления ее Пробег соответствует одометрам Сканирование всех систем автомобиля Сканирование всех систем автомобиля С включенным зажиганием Выключенным двигателем Сканирование закончено Обнаруженные неисправности Но это все неактивные Шлюз телематики Но здесь обычно датчики снимают Активная неисправность висит Датчики блокировки дверей Это в дверях Активная неисправность И в принципе все Остальное все неактивное